В мае 1981 года, у меня как раз должен был родиться ребенок, отец сообщил мне, что в связи с последними событиями в Польши, туда могут выдвинуться наши войска, и уж точно с другой стороны войдет НАТО. И привет, ядерной войны не избежать. Увидев ужас на моем лице, он стал уговаривать не переживать, может еще обойдется. Хорошенькое дело, он ведь был полковник генштаба. О войне вместе и по отдельности мы думали постоянно. Напарница из книжной реставрации, очищая кистью с нашатырем старую газету, распекала меня. Ну какие идиотки в наше время могут рожать? Ведь эти старые хрычи напоследок обязательно бомбу кинут. И как можно детей в такой мир выпускать? Но ведь и конца света ждали. А люди как-то на земле появлялись. Раздумывала я, держась за свой огромный живот. С другой стороны, отец любит производить впечатление. Человек он талантливый, артистичный. В юности выступал в театре Советской Армии, который шефствовал над их школой в Марьиной роще. Любил произносить монологи Ноздрева. «И все тут мое! И все тут мне!» Лучше всего у него получалось говорить манерным и глупым голосом Присыпкина из клопа. Актерская карьера у него не сложилась, и он стал просвещать и зажигать слушателей иначе. Как-то позвал в гости своих товарищей военпредов. Отец курировал приемки на военных заводах. Люди они были неплохие, но по большей части недалекие. Звали они его ласково. «Гаврилыч!» «Откуда ты, Гаврилыч, столько всего знаешь? Какой же, Гаврилыч, у тебя обширный ум?» И вот мой отец, который только что прочел книгу Салаухина об иконах и был под огромным впечатлением, эту и еще книгу о грибах того же автора читали тогда во всех институтах и почтовых ящиках, передавая друг другу, стал рассказывать военпредам, кто такой Иисус Христос и что с ним произошло две тысячи лет назад. Правда, подробности он и сам узнал совсем недавно из описаний сюжетов икон. Тем не менее, почувствовав себя Колумбом, стал открывать гостям тайну знаменитого полотна Александра Иванова «Явление Христа народу». «Что говорит художник этой картины?» – провозгласил он, как заправский экскурсовод. «И слушатели, кто с вилкой в руке, кто с рюмкой, кто с куском хлеба, недонесенным до рта, замерли, как по команде. Военпреды знали, что вкушают сейчас пищу не только насущную, но и духовную. Так всегда происходило во время застолья в нашем доме». «Художник говорит, что Иисус Христос появляется откуда-то из-за горы. Мы-то на картине его видим, а евреи, что на полотне, еще нет. Но все ощущают давно желаемое и чаемое. Все напряжены, всматриваются вдаль, и, не видя его, уже предчувствуют чудо. Посмотрите, как иудейский народ выходит из реки, предвкушая своего спасителя. Пойдите в Третьяковку. Я догадывалась, что отец повторяет чьи-то слова и делает это мастерски. Он рассказывал о том, что было после явления Христа народу, и про чудо в Кане Галилейской, и про преображение на горе Фавор, и тайную вечерю. И вот, когда он дошел до сцены распятия, произошло то, что всегда бывало на этих застольях. Кто-то из слушателей, не выдержав, потрясенно выдохнул. «Ну откуда? Откуда, Гаврилыч, ты все это знаешь?» Тот еле сдерживаемый восторг, который читался на лицах преданных сподвижников отца, странным образом делал все это действие и самих военпредов, похожими на тех самых евреев у реки Ордан, которые внимали проповеди крестителя. Отец же, будучи под воздействием картины Иванова, вскакивал с места и возносил руки вверх, как тот великий пророк. Это вовсе не означало, что отец стал религиозным. Также увлеченно он рассказывал мне про превращение обезьяны в человека, про то, как та взяла палку, чтобы сбить плод с дерева, про землетрясение, космос, квантовую физику, Маркса, Фейербаха, очень смешного Дюринга, про которого Энгельс написал антидюринг, про Маяковского, который застрелился, потому что его одолело мещанство, про социализм, который не дают построить присосавшиеся бюрократы, про Победоносикова, про переход количества в качество и про отрицание отрицания. Но где-то лет с 33 он вдруг стал рассматривать картины с христианскими сюжетами и с удивлением обнаружил, что никогда не читал Евангелие. Это было знание, которое от него скрыли. Может быть и отец, и его слушатели догадывались, что живут в каком-то урезанном мире, выходить за пределы которого позволялось не всем. Отец дерзко проделывал дыру в нарисованном очаге, где за открытой таинственной дверью открывалось нечто удивительное. Военпреды, зная необычные способности моего отца, почитали его неким медиумом, соединяющим тот мир и этот. Он же приносил им самоцветные истории из области культуры, науки и очень гордился этой ролью. В тот же день, когда отец поразил меня своим прогнозом относительно Польши и будущей войны, мой юный муж Петр под развешанными в кухне проволочными антеннами для усиления сигнала радио «Голос Америки» и «Свобода» настойчиво убеждал меня в том, что никто никуда не войдет, потому что у наших кишка тонка, а Брежнев давно выжил из ума, и его окружение об этом прекрасно знает. «И вообще они в Афганистане увязли», – отрубил он. «Еще он сказал, что мой отец, хотя и большой оригинал, но, как всякий советский военный, не вполне адекватный. Разве нормальный человек будет говорить такое беременной дочери?» Мне стало обидно, и мы стали спорить. Я говорила, что у меня хоть такой отец, а у него вообще никакого нет, и что мой научил меня познаниям в разных областях. На что Петр сказал, что доволен тем, что его воспитали бабушки, потому что отцы ничему хорошему он не научит. Его отец-художник вообще исчез, а отчим полное недоразумение. Потом он напомнил мне про обезьяну с палкой, и стал требовать, чтобы я объяснила, почему теперь ни одна обезьяна не превращается в человека, что ей мешает?» Я не стала ему отвечать, и ушла под свист и бульканье приемника в комнату. Спрятавшись под пледом, я вспомнила, как всего пару лет назад Петр вбежал на черную лестницу исторической библиотеки, где была курилка, в которой собирались все юные библиотекари, не прошедшие конкурс в институте, моя подруга Ленка, фарцовщик Кубакин, хипующая Тамара и я. И радостно провозгласил, что его отчим, наконец, отвалил из дома, и что это самый лучший день в его жизни. Отчим был директором студии «Диафильм», которая находилась рядом с библиотекой, где мы работали. И Петр, проходя мимо его большой серой победы, демонстративно лупил ее по колесам. Он был по-своему прав. Отцы не вносили в жизнь ничего, кроме неприятностей и проблем. Они жестко воспитывали, много пили, и при этом то появлялись, то исчезали. Я же, слыша ликование Петра, терзалась от тоски. Только что мне стало известно, что отец уходит из дома. И с этого дня мама стала называть его «Ничтожный тип». Буквально за день до объявления о своем уходе он позвал меня прогуляться, решив, что со мной уже можно говорить как со взрослой. Неловко заглядывая мне в лицо, явно не зная, как начать, он сказал, что встретил прекрасную женщину, с которой они читают друг у друга в душах и вместе ходят в галереи. «Она его слушает, как никто на свете, и он не может без нее жить. С моей матерью ему тяжело, они разные люди, и вообще так получилось, что он был вынужден на ней жениться, потому что она оказалась от него беременной. Я должна была родиться на свет». Лучше бы он этого не говорил. Мне стало по-настоящему страшно, словно ты видишь себя на все годы назад, как на твоей еще не возникшей жизни кто-то занес огромные ножницы и пытается перерезать нить, на которой ты подвешен. Вроде бы ты и есть, но этими словами тебя словно вычитают из жизни. А если бы он уговорил маму от меня избавиться, то с кем бы он сейчас шел по бульвару, кому бы он рассказывал все, что знал? Никогда в жизни с отцом у нас не было подобных разговоров. Никогда. И не было языка для того, чтобы говорить на подобные темы. Он всегда уклонялся от любых тем, которые касались его личного опыта или отношений с близкими. Про книги, историю, картины, про что угодно он мог говорить бесконечно. Но только не о своей жизни. Поэтому я закрылась, замолчала и думала, как бы скорее сбежать от него. Было видно, как мучительно он ищет слова, путается, пытается говорить строчками каких-то евтушенковских стихов. Но я ему не помогала. Я мрачно ждала, когда он закончит свой монолог. И вот он ушел из дома. У женщины, с которой у него был роман, она работала в их военном отделе, был муж и сын. Маме звонили и говорили, что до отца у нее кого только не было. Я же увидела ее через несколько лет, на дне рождения у сестры отца. И как-то сразу поняла, что эта дама, так любящая, культурная, в кавычках разговоры, обычная ведьма. И не из-за обиды за маму. Просто ее маленькие хищные глазки просверливали все вокруг. Толстенькие пальчики все время шевелились, как водоросли. То трогали широкое кольцо на пальце, то поглаживали себя. Мама долго металась. Как-то она пошла на кладбище с самыми нехорошими мыслями. Затем застыла перед ямой, которую рыли два могильщика. Один из них оказался шекспировским типом и крикнул ей, чтобы она убиралась отсюда по добру, по здорову, потому что ее время еще не пришло. И когда она побрела прочь, он еще раз гаркнул ей вслед, чтобы она выкинула эти штуки из головы. Она запомнила, что он назвал это штуками. Из-за ухода отца постоянных слез мамы, ее надежд на его возвращение, я малодушно сбежала из дома замуж за своего доброго друга. А теперь у меня будет ребенок. И в мире неспокойно. Как же мне быть? Когда отец узнал, что я выхожу замуж, он очень взволновался, приехал домой, где мы когда-то жили все вместе, посадил нас с Петром на диван и сказал, «Я понимаю, что вы хотите пожениться, я все понимаю, но вот скажи мне», обратился он к Петру, «Ты табуретку-то можешь сделать? Вот этими руками можешь?» и показал ему свои руки. Это было странно, потому что на моей памяти отец никогда ни одной табуретки не сделал, да и вообще ни молотка, ни гвоздей в руках не держал. «Нет», – честно ответил Петр, «не могу». «А как же ты собираешься создавать семью? Как? Если ты даже табуретки не можешь сделать?» Это были отрывки из начала романа «Насквозь». Автор – Наталья Громова. И ссылка на источник. А дальше вы прочитаете сами, если захотите. На этом все, всего хорошего. Читайте книги, с ними интереснее жить. Юрий Шатохин, канал ВПРосказ, Новосибирск. До свидания.